Подразделениями российского миротворческого контингента продолжается выполнение задач по контролю с соблюдением режима прекращения огня на территории Нагорного Карабаха. Круглосуточный мониторинг обстановки и контроль с соблюдением режима прекращения огня российским миротворцами ведется на 23 наблюдательных постах в северной и южной зонах ответственности. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В целях решения всего комплекса задач гуманитарного характера в Нагорном Карабахе в городе Степанакерф формируется межведовственный центр гуманитарного реагирования. Первая группа российских военнослужащих из состава центра прибыла в Республику Армения и приступила к работе в городе Степанакерф. Продолжается возвращение мирных жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. 19 ноября 2020 года под контролем российских миротворцев в Нагорном Карабах в территории Республики Армения вернулись еще 1382 беженцев. 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более 4400 жителей Нагорного Карабаха. Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни. Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожные движения, электроводы и теплоснабжения социальных объектов и жилых домов. Патрулями российских миротворцев обеспечена безопасная доставка продуктов питания и предметов первой необходимости в удаленные населенные пункты. В соответствии с достигнутыми договоренностями в Нагорном Карабахе продолжается обмен телами погибших военнослужащих в ходе конфликта. Он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного комитета Красного Креста. Патрули российских миротворческих сил обеспечили безопасное передвижение из населенного пункта Шуша на территорию Физулинского района Республики Азербайджан в двух колонн с военнослужащими вооруженных сил Азербайджана. По прямым каналам связи для выполнения миротворческих задач и предотвращения возможных инцидентов постоянно осуществляется взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Продолжение следует...